Всех приветствую, дамы и господа! И сегодня пойдет речь про то, как Северная Корея превратилась в рабскую страну с тупыми законами. Начнем из истории. Корейский полуостров довольно длительное время принадлежал Китаю, а затем уже в 20 веке стал частью Японской империи, вплоть до окончания Второй мировой войны. И уже после того, как Корейский полуостров получил свою независимость спустя очень долгое время, Корейский полуостров был разделен на две сферы влияния, где каждая из сторон добилась полного объединения Корейского полуострова. И как раз на момент начала этого конфликта в 1950 году шла в мире холодная война. И поэтому Советский Союз и Китай спонсировали Северную Корею, а западные страны Южную Корею. Вскоре как раз начала полномасштабная война между этими двумя странами. После окончания этого конфликта уже режим в стране был очень строгим, как и наказание. Так еще после развала СССР в стране вообще произошел огромный голод, который привел страну к изоляции от мира. А также за попытку пересечь границу установилась смертная казнь. Так еще и началась полная слежка за гражданами. И было построено кучу различных трудовых лагерей. А еще запрет на все, что сделано из Запада, включая обыкновенных фильмов, которые не несут ничего плохого для КНДР. А по телевизору лишь разрешены пару каналов, которые полностью контролируются властями Северной Кореи. Так еще были добавлены ограничения в прическах для обычных граждан. И можно было использовать только ту прическу, которая в стране разрешена. Даже несмотря на то, что у самого Ким Чен Ынына не входит в этот список его прическа. И из-за тупых ограничений законов, неудивительно, что ВП на душу населения в Северной Корее на последнем месте. Так и полнаселения в стране являются бедными. И более 1,3 детей в КНД растают от развития. И при всех этих рабских условиях, жители в стране дальше считают, что это вполне замечательная жизнь по сравнению с другими странами мира. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.